Здравствуйте! Прилагаю сегодня приготовить со мной картошку молодую с орехово-чесночным соусом. Мы первый раз купили такую картошку, здесь 800 грамм. Я решила приготовить, что такое необычное, впервые. Сейчас посмотрю, что... Впервые в этом году. Впервые в этом году. И вообще впервые, потому что орехово-чесночный соус я буду готовить впервые. Для начала эту картошку я помыла. Хорошо, где были черненькие, где она прорастает, немножко убрала. Но вообще не очищала. От кожицы не очищала. Говорят, что такая картошка даже называется готовка ее по-селянски или по-христиански. Ну, то есть по-быстрому так. Для этого я уже поставила воду на костер, хотела говорить, на огонь. Она закипела. Сейчас ее посолю и кладу туда картошку. И она должна от момента закипания побыть на огне, на медленном-медленном, таком малюсеньком, чтобы она не сильно бурлила, чтобы не разварилась. Минут 5, ну, может быть, даже 8. То есть привести ее в такой полуготовности. Я солю. Вот так. Чтобы потом уже ее больше не солить. В соль по вкусу. Сейчас я ее так немножко уложу. Чтобы вода, чтобы не было много воды. Где-то на палец сверху. Все, накрываю крышкой, она закипит. Так уж, так как уже весна в полном разгаре. И уже есть домашний свежий чеснок. Но главное не это. Главное то, что у меня уже нет нормального чеснока. Прошлогоднего. И он уже... Ну, короче, его нет хорошего. Если вы будете делать из обычного чеснока, то это надо будет 2-3 зубчика. Просто сделать через чесночницу, через чесночную давку. Раздавить. А я сделаю так мелко-мелко нарублю вот этот обычный чеснок. Который я создала только что на огороде. Он такой сочный. Да. И я думаю, что с этим чесноком все будет намного вкуснее. Ну, полезнее это точно. Так, когда крышка уже завибрировала в этой кастрюле, видите, значит, вода закипела, пар поднимается. И в этот момент надо хорошо при... Как это сказать... Прикрутить... Когда что, газа? Да. Огонь, да, чтобы она еле-еле вот так кипела. И с этого момента засекаем время. Ну, я хочу где-то минут 7-8. Орехи измельчаю в ступке. Так, выливаю сюда 50 миллилитров масла. Я взяла оливковое масло. Все, пусть это пока вот так настаивается. Картофель сварила до полуготовности. Немножко больше по времени, чем заварила. Потому что картошка, картошки рост, бывает разная, бывает быстро разваривается, бывает менее, ну, менее крахмалистая. Ну, и так дальше. Сейчас это все перемешаю. И ставлю в духовку, разогреваю ее на 200 градусов. Походу рецепт усовершенствуется. Если у вас, так как у меня, хотела говорить, завалялся кусочек сыра, ну, осталось кусочек твердого сыра, то можно натереть еще и вот, да, сверху присыпать. Будет еще вкуснее, я думаю. Какая красота и вкуснятина у нас получилась. Притрушиваем укропчиком. Я люблю, когда то, что можно не готовить, лучше его не жарить, не варить. А укроп, как раз такой картошечки, то, что любишь. Если вам понравился этот рецепт, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, будьте здоровы, готовьте вкусно и полезно для организма.